В советах по питанию, опубликованных газетами Великобритании, для большинства заявлений не было найдено достоверной научной основы. Недостоверные диетические рекомендации широко распространились и могут внести свой вклад в общественное заблуждение касательно еды и здоровья. И не только общественное. Ученые предпочитают думать, что они не подвержены влиянию популярных СМИ. И целью этого расследования стало проверить это. Каждую неделю Нью-Йорк Таймс сообщает о научных исследованиях. И исследования, о которых они сообщают, цитируются намного чаще, чем те, на которые они не ссылаются. Ах, так все-таки популярная пресса оказывает свое влияние. Не торопитесь, это лишь одно из возможных объяснений. Может быть, популярные статьи одновременно чаще выбираются в СМИ, и независимо от этого чаще цитируются. Может быть, газеты просто-напросто нацелены на серьезную науку, и их публикации в действительности не оказывают никакого влияния на будущие исследования. Как можно различить, что здесь правда? Ну, одно событие 1978 года сделало это возможным. Тогда была трехмесячная забастовка, во время которой продолжали печатать газеты, но не могли продавать их народу. Таким образом был проведен естественный эксперимент. Если газета была просто нацелена выпускать важные статьи, тогда забастовка не оказала бы никакого воздействия на влияние исследований на людей, но произошло по-другому. Исследования, освещенные во время забастовки, когда никто не мог их прочитать, не оказали никакого влияния. Следующий вопрос таков. Только ли они преувеличивают медицинскую информацию для научного сообщества, или еще и искажают ее? Систематические исследования показывают, что многие истории о новых лекарственных средствах, например, как правило, преувеличивают выгоды, занижают риски и затраты, и не раскрывают соответствующие финансовые связи. Чрезмерно радужное представление лекарств может также являться результатом финансовых связей между фармацевтическими компаниями и самими журналистами, которые могут сидеть на откатах от крупных фарм-концернов. Ученые и врачи часто обвиняют прессу. На самом деле известный врач Уильям Ослер был процитирован. Не верьте ничему, что вы видите в газетах, а если вы в них видите что-то, что вы знаете является правдой, сразу начинайте в этом сомневаться. Но виноваты обе стороны. Теперь у журналистов есть только один или два часа, чтобы скомпоновать историю. Поэтому они полагаются на пресс-релизы. И нетрудно представить, насколько необъективными могут быть пресс-релизы фарм-компаний. Но, конечно, пресс-релизы от самих ученых и их учреждений излагают факты точно и без искажений, не так ли? Исследователи решили проверить это. Критики обвиняют СМИ. Но где вы думаете, они берут информацию? Можно предположить, что пресс-релизы от престижных, академических, медицинских центров будут выверенными, непреувеличенными. Но они страдают от тех же проблем. Преуменьшение побочных эффектов, конфликт интересов, ограничение исследований. И продвигают научные исследования, которые имеют неопределенное отношение к здоровью человека. Например, большинство лабораторных исследований и исследований на животных явно заявляют об их актуальности для здоровья человека. Но им не хватает предостережений о применимости результатов к людям. Например, выпуск исследования, в котором ультразвук уменьшает развитие опухоли у мышей. Он был заглавлен «Исследователи изучают использование ультразвука для лечения рака». Без пометки «Для вашей домашней мышки». Было подсчитано, что менее 10% исследований на животных когда-либо переводится в клиническое использование человеком. Завышенные по важности результаты лабораторных исследований на животных, обещающие исцеление, потенциально сбивают с толку читателей и могут способствовать разочарованию в науке. Несмотря на то, что принято обвинять СМИ за преувеличение, в большинстве случаев они вообще этого не делают. Так же поступают и научно-исследовательские институты в своих пресс-релизах. И медицинские журналы в том числе. Иногда пресс-релизы медицинских журналов приносят больше вреда, чем пользы. Анализ пресс-релизов некоторых из самых престижных медицинских журналов обнаружил тот же ряд проблем. Я не думаю, что многие люди понимают, что журналы продают так называемые переписки, копии статей, которые они печатают для фармацевтических компаний, которые могут принести большие деньги. Фарм-компании могут купить миллион копий нужной им статьи. Иногда компания предоставляет статью и обещает купить определенное количество заранее, что фактически есть взятка. Обращаясь к главному редактору престижного British Medical Journal. Он помнит, как однажды ему позвонила женщина из компании по связям с общественностью и сразу взяла быка за рога. Она переспит с ним, если они опубликуют статью. Другой конфликт интересов в медицинских журналах относится к рекламе, основному источнику дохода для многих журналов. Большая часть рекламы идет от фармацевтических компаний, и поэтому если им не нравятся исследования, они могут запугать отказом от размещения рекламы, ставя редакторов перед жестким выбором. Удалить неугодную информацию или увидеть, как их журнал умирает. Даже если у журналистов есть время, чтобы пропустить пресс-релизы, идти прямо к источнику и попытаться прочитать эти исследования в чистом виде, они могут найти там совершенно непонятную абракадабру. Но даже если они понимают, научные статьи — это не просто сообщения о фактах. Авторы часто имеют много возможностей, чтобы включить штопор в свои научные доклады. Моменты, которые могут исказить интерпретацию результатов и ввести в заблуждение читателей, либо непреднамеренно, либо с умышленным намерением обмануть. Что сделали эти исследователи? Рандомизированные контролируемые исследования со статически незначительными результатами, означающими, что некоторые лекарственные средства, к примеру, сравнивали с сахарными таблетками, и разницы между новомодным лечением и плацебо по существу отсутствовала. Неужели исследователи просто выложили бы правду и сказали что-то вроде «ну, мы потратили все отведенное время и деньги, и с точки зрения нашего основного результата не получили ничего»? Или они попытались исказить это? В 68% случаев они искажают. Было искажение в резюме статьи, и это вызывает особую тревогу, так как резюме – это часто единственная часть статьи, которую люди читают. И поэтому неудивительно, что средства массовой информации часто понимают информацию неправильно. Искажение в тезисах может превратиться в искажение в пресс-релизах и привести к искажению в новостях. Поэтому, даже если журналисты делают свою работу ответственно, используя оригинальные тезисы исследований с добрыми намерениями, они по-прежнему рискуют обманывать своих читателей. Исследователи, представляющие новые данные, всегда должны быть осторожными, зная, насколько предварительными могут быть их результаты. Но давайте будем серьезными. Мощные личные интересы могут взять верх. В конце концов, я думаю, что самая большая проблема с тем, как СМИ освещает медицину, связана с выбором материала. В 2003 году SARS и биотерроризм убили менее десятка человек. Однако сгенерировали более 100 тысяч сообщений в СМИ. Гораздо больше, чем тех сообщений, которые освещают реальные угрозы для нашей жизни и здоровья. На самом деле, как ни странно, чем больше людей умирает, тем меньше об этом говорят в СМИ. Наш убийца номер один – это болезни сердца. Все же это можно предотвратить, лечить и даже обратить вспять с помощью диеты и изменения образа жизни. Именно это заслуживает быть на первых страницах. СМИ. 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 СМИ.